хорош уху тёпаю кто же карасик ребятки шикарный вот это караси я понимаю отлично хороший хороший клево всем друзья меня зовут деревенка виталий и вы на канале клево всем ловить рыбу с нами сегодня я приехал на один из каналов краснодарского края половить на донку карася здесь карась более-менее и говорят идет в этом году я здесь первый раз хотя раз два раза в год сюда заезжаю половить рыбку есть на канале низко видео здесь интересный канал вода все время в нем мутная бывает течение сильнее слабее карась есть разный включая довольно крупного в том году допустим я поймал очень много вот такого мелкого сазанчика ловил на удочку поймал огромное количество замужился опускать такого маленького дикого сазана друзья буду ловить на донку на современную донку не на фидер именно на донку и заодно видео поговорим о деградации донки до донка деградировал и об этом будет все видео а пока готовьтесь берите чай надеюсь будет интересно погнали друзья сегодня необычно для меня зрители моего канала это поймут пишите свои комментарии что за прикормка у меня такая прикормка довольно крупная классно пахнет если честно первый раз ее использую моя родная черный лещ у меня тоже с собой взял и зеленую попробовать а почему бы не принципе зеленый цвет на карася всегда хорошо если не стал принципе на любом дне без проблем будет работать зеленый цвет прозрачная вода мутная вода роли не играет зеленый цвет всегда будет рулить как и черный я так полагаю по крайней мере немножко воды ловить буду на донку но в отличие от всех я буду закормить поэтому половинку половина прикормки на сразу идет закорм вторая половина останется для кормушки для пружинки первый раз залил воду и все сейчас пока буду собирать все остальное постепенно было добавлять воды ничего сложного нету но прикормку буду делать очень тяжелую почти как пластилин но не перебор она не должна быть как пластилин потому что она должна по чуть-чуть вымываться с кормушки не прям сильно а по чуть-чуть но должна вымываться друзья картинка может быть чуть кривая здесь очень жесткие условия склон ловлю таких условиях платформу не брал поэтому пойдет как раз наши как все любят все уже прикормка начала нагреваться представляете только от замешал уже чувство начала теплеть реакция набухания пошла отлично пока собираюсь снасть буду потихоньку сюда добавлять воды до нужной кондиции спонсор канала интернет-магазин студия мебели мастерская большой интернет-магазин по краснодару краснодарскому краю но может отправлять мебель и транспортными компании при заказе мебели по краснодару или во время самовывоза предоплата составляет при заказе до пятидесяти тысяч рублей всего одна тысяча рублей остальное при получении товара более десяти тысяч товаров огромный выбор кухонь большой выбор модульных кухонь это современные кухни которые собираются из модулей можно собрать кухну любой сложности по цене в два в три а то и в четыре раза раза дешевле чем мебель на заказ кухни на заказ но при этом так как это фабричное фабричное качество в разы качестве это фабричная производа поточная производство станки делают станки чпу присадка на станках кормления станки и тому подобное на сайте спальни прихожие спальни в основном модульные можно купить одну тумбочку для кровати или одну кровать любой шкаф детская мебель кровати чердаки кровати на металлокаркасе мебель в прихожую прихожую модульным прихожие не модульный большой выбор столов обеденных компьютерных письменных столы из малайзии столы из китая огромный выбор столов из россии с обедены столы со стеклянными столешниц огромный огромный выбор фабричная мебель ссылку оставлю в описании заходите смотрите не стесняйтесь магазин класс ловить буду старым своим джиговым удилищем которому уже больше двадцати лет удилище бальзер рояль древние древние тест у него небольшой уже не 320 или 330 уже стерлась само что мне нужно это вот этот вот кончик он довольно тоненький и довольно чувствительный удочка длиной 270 древняя древняя даже одного кольца нету тюльпан переклеен вот такой такая вот удочка для донки то что надо длина нормальная и чувствительность и самое главное тоненький кончик довольно чувствительный перевешиваю сам монтаж монтажи делаю сам совершенно ничего сложного элементарно говорится просто вот он единственное что он у меня сделан под десятые крючки под поводки 10 сантиметров у меня с собой только 15 сейчас укорочу это не проблема пристегиваю на карабинчик а с этой стороны на карабин вешай небольшую небольшое грузило грамм 15 удилище у меня много летний давно не использовал покупал на тонку ловлю редко пружинками небольшая тест удилища 30 грамм поэтому много корма не нужно не нужно чтоб я комфортно легко все забрасывал это будет вот так выглядеть так это будет выглядеть на любую рыбу с даже сазана это более чем достаточно если крупный сазан до долго ожидать я не буду больше пяти минут делать нет смысла при ловле здесь и сазан 10 минут при ловле карася 5 минут это максимум если это прикормка еще у меня получилось так что будет выходить и вообще буду сверх рад поводки это я взял свои поплавочные они у меня длиной 15 сантиметров если надо перевяжу и на 10 ставлю в десятка на четырнадцатом крючке точно лески 014 крючок десятка все они получили получаются сменные главный недостаток длинных поводков это то что не могут между собой цепляться и себе расстояние между петельками сделал больше то было бы нормально я сделал маленькая еще до многоострения просто делать больше и проблем будет не было все готовый монтаж все легкий простой и насаживаем из насадки теперь и классненький опарыш не буду на один крючок червя на другой классненький опарыш сейчас рыбка любит объем поэтому насаживать смог смело можно по три четыре пять сюда червяка все удилище не перегружена забрасываться будет легко все полетела куда надо удар в клипсу везла в районе точке ставлю настойку отслеживать буду у кончик удилища без колокольчиков идем поклевку оба поклевка была резкая такая как будто не карасева давай 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 вот так здесь что то есть небольшое надо что то еще хоть узнаем кто там кибунь кит вот это рыба вот это рыба густера как я и говорил ребят вот это карася там пока нету а вот это теребонькает на той стороне человек без перерыва материться просто всех кроет недовольно сидит приехал за 100 километров и чё рыба не клюет и что сидит просто без остановка матом разговаривает ужас уху класс тут есть хороший крупный карась хорош уху тёпо и кто что-то карасик ребятки шикарный вот это карась и я понимаю отлично хороший хороший отлично опарыша скушал ну почти сразу после заброса чикон через 5 10 вот такой вот серебристый светленький вода мутная ну вот с почином так есть кто-то есть ребята есть 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 небольшое что-то кто-то не крупный но есть оп 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 не 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 давай 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 о хороший хороший карасик тоже скушал опарыша такой поменьше но ничего тут одного свежего добавлю чуть-чуть прикормочки высыпалась отлично там она по чуть-чуть остается можно больше больше оставалось это наша более сухая прикормка 4 басил нынче нормально погнали промазал правее получится дула чуть-чуть ветром посмотрим есть там рыба нет для самятников явка любителям самятников сама наживка есть 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 попал сдувала несколько раз поклёвок не было в сторону буквально метра два три поклёвок него четко лег с точку поклёвочка хорошие отлично просто великолепный карасик четко лег в точку и поклёвка вот такого вот серебристого карася казалось бы два три метра в сторону чего там а вот фиг шуток и сюда рыбка только не в камыши не в камыши а сошел сошел тут под берегом уже сошел карасик пока парыш червь не хочет насчет деградации донки я не 46 лет ловлю с детства все папа меня брал в лодку считает только научился ходить и смог держать лук удочку я ловил белую рыбу на дальний заброс начинал с закидушек мотовильцы на которой намотана леска и дальше шли разные оснастки оснастки могли быть самые обычные просто грузила какой-то формы в зависимости от того как далеко тебя закинуть надо какие условия дальше оснастка это могли быть несколько крючков это могло быть грузила вот в таком как я сейчас ловлю грузила пружинка пружинки сами делали пружинку а наматывали наматывали ее и зажимали на трубочка брали от списанных ручек в школе писали много ручку списал намотал вставил с двух обрезал сколько надо с двух сторон поджог она сплавилась все у тебя пружинка стоит на месте то есть получалось эти же пружинки которые сейчас в магазине мы делали сами это мне было двенадцать пятнадцать лет давно такой монтаж когда вокруг пружинки несколько крючок крючков две баллу ставить пружинки рядом два крючка самодоры когда также грузила потом шла пружинка и из пружинки выходили короткие по низ по 2-3 сантиметра поводки давай давай то есть совершенно разные снастки это были грузила виде ложки в которых в которых была вмонтирована вплавлена пружинка эти грузины ложки были двух типов у нас первое это с ушком которая просто вот так вот привязывалась и вторая это была сквозная в нем дырочка сквозная когда делась сквозное и это мы ловили аля то есть шла ложка разных весов в нее пружинка впаянная при заливке в сквозная ложки дырочка леска проводилась привязывался вертлюжок и к нему один поводок на этот поводок цеплялась зависимости от того что мы надо пенопласт коротенький поводок от того что ловишь карпа это из тонкой капроновой веревки как на макушанке ставит это аля современный флэд аля современный флэд приманку на макухи на хлебе замешанную пружинку вмонтируешь коротенький поводок 10 сантиметров и на нем пенопласт мимо хорошая подставочка сидит 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 кто-то небольшой кажется что-то маленькое то есть пенопласт червь кукурузины любая совершенно забагрила или нет вооо ребят вот такие там караси есть смотрите живец на щуку офигительно да и побежал все сбег это на все эти монтажи мы ловили самодор это когда пружинка вот так вот из нее под ней прям привязывались 3-4 поводка обычно от двух до четырех мы привязывали поводки коротенькие вот такие вот вот буквально 2-3 сантиметра и пенопласт это мы ловили леща под лещика и таких прижинок могло быть до двух чтоб быть и лещи допустим ловили в кубанское водохранилище кило это без проблем самодор это все мы ловили закидушками пожалуйста надо там чихонь судака в кубани это просто грузило не два-три крючка то есть монтажи были совершенно разные и это мы ловили на закидушки обязательно обязательно отмерялась закидушка то есть ты сделал делаешь заброс вот все я в этом месте буду ловить сама закидушка ногой вдавливалась в землю чтобы все что и не вырвало ставилась . папа мне сделал вот такие стоечки чтобы не вбегать этот это шестерка нержавейка проволочкой на ней такие плотные колчуковые вытащил штучки одеваешь из прорези вот забросил она четко ударилась то есть получалось по длине была одна дистанция да кинуть точно в четкую точку это невозможно но длина всегда была одна то есть поэтому ударила и легла сторонники давали следует тоже в одну точку какие были сигнализаторы у дон у закидушек сам распространенный колокольчик когда ловишь на несколько закидушек сазана ставишь несколько штук колокольчик колокольчики были заводские но все их старались переделывать заводские они были не чувствительные а задача была чтобы он срабатывал от малейшего от малейшего шевеления мимо срабатывал это брали на проволоки припаивали к медной проволоке припаивали шарик от подшипника и задевали чтоб удобное колечко легко ходила в ушко колокольчика и вот это вот были у нас колокольчики да я был малой я не мог мне это делал папа он тоже рыбак он тоже этим увлекался но поверьте у всех кто занимался вот так вот рыбалкой это было обычное дело все вот так у нас ловили колокольчик должен быть максимально звонким максимально отвлекаться на подачу чтоб он сработал второй это был после кусок грязи берешь кусок грязи подвесил противовес и ты смотришь наблюдаешь как правило то ловили днем ставили рядом 2 максимум 3 ну чаще 2 закидушки и ты сидишь смотришь по ним грязь делает противовес ты видишь поклевку как он ходит и третий вариант это ловили мы с руки когда ловишь на одну когда есть шанс что рыба будет клевать быстро и ты ловишь на одну закидушку ты забросил и пальцем держишь поклевки просто в руку все великолепно тут же подсекаешь то есть вот так ловить это было сколько больше 30 лет назад потом начали появляться а на тот момент были супер-пупер дорогие спиннинги стеклопластика они продавались набором с катушками такими закрытыми с набором блесен кто побогаче у кого были возможности вот у них один два таких спиннинга было и вот они кроме закидушек ловили на эти спиннинги ну их было единицы чаще всего это все таки были спиннингисты потом появились мило че-то дошла карась потом появились алюминиевые спиннинги все больше и больше и больше сначала алюминиевые спиннинги советские вот зелеными и оранжевыми ручками у меня есть на канале видео где я на него ловлю щуку все больше и больше и сначала именно использовали как спиннинги с немской катушкой потом больше стало появляться их они стали дешеветь их стало они стали более массовыми стали появляться безнарционные катушки дельфин 6 дельфин 8 тому подобные там еще какая-то не помню название все эти катушки это были такие стременькие копии импортных катушек дельфин 6 дельфин 8 там еще одна не помню такой со съемной шпулей это все были варианты именно орион как-то называлась не помню все варианты и копии импортных катушек только хуже качестве тем не менее мы на них ловили и вот как они появились сочетание с алюминиевыми спиннингами стало много они стали доступны все перешли с закидушек на алюминиевые спиннинги я вам скажу это кол тот еще но вот есть если есть поклевки конечно слабенькие такие осторожненькие нету казалось есть и тем не менее на них ловили то есть и это уже когда стало это массово когда алюминиевые спиннинги стали доступны и катушек стало этих много и все это стало на долгое время основным удилищем для ловли как на спиннинг с невская катушкой а когда начали появляться вертушки наши первые российские то это стало начали ловить ими даже на вертушке а нет вот на вертушке начали ловить на без нарционки мы дельфин 6 дельфин 8 и тому подобное но если колебалку тяжелые колебалками ловили самая легкая была атом атом 2 она весила 15 грамм и умудрялись ловить невскими катушками и для донок все-таки это стало массовость кого не было без нарционок ловили продолжали ловить невскими катушками донки но это не очень блин а а так уже массово переходили на без нарционами катушками с алюминиевыми спиннингами и на какой-то долгий период это стало главное любимое удилище для всех и ловили много несмотря на то что вроде бы дюре алюминиевый спиннинг кстати часто писалось титановый что там было титаново никто не знает ну возможно это титановый сплав потому что в принципе с их кнули но очень под большими нагрузками да наверное все-таки был титановый сплав по крайней мере у верхнего хлыста возможно потому что они гнулись под очень именно как амортизировала она хорошо у него был самоинтересно свой свой свои возможности чувствовался сильно перегруз густерка густерка когда реально возьмешь больше вес то был конкретный перегруз ты это чувствовал кинуть было сразу тяжело и когда вы ловили с перегрузом кончик можно было сломать то есть он начинал сильно сгибаться сильно и в один при к ты его начинаешь выравнивать и на выравнивание просто отламывался то есть он согнулся выровнять уже просто так нельзя было и все ловили все везде приезжаешь если на донку человек ловит 90 процент 98 процентов это ловили на вот эти дюралевые спиннинги кто-то еще ловил иногда на закидушки и единицы ловили на стеклопластиковые советские древние спиннинги потом в один момент произошел прорыв еще в донке то есть дюралевые спиннинг по сравнению с закидушкой это был прорыв то есть с такого заброса заброс удилищем это был прорыв мало того если ловить не с руки все-таки по крупной рыбе дюралевые спиннинг был даже чувствительнее колокольчика ты смотришь по нему и кстати на спиннинге мы никогда не ставили колокольчики это было максимум для большинство для нас 102 удилища это максимум и ловили только по кончику никогда мы не ставили колокольчики и кстати вот откуда пошло задирание удилища вверх ставить высоко чтобы дюралевый спиннинг лучше работал чтобы работала всей длиной его и поднимали вверх его поднимали вверх потому что если начинаешь его опускать вниз где-то на точке у него начинал работать только хлыст и все через чувствительность поклевки сильно падала поэтому именно вот этот постановка удилища вверх это пришла именно с дюрья ливенивых спиннингов ну опять же если допустим ехали на какой-нибудь канал с течением пёр карась этого не нужно было когда пёр там карась 300 плюс грамм массово там нужен был массово шелух было очень много с лиманов заходил кормиться в канал и тогда откуда же пошло у нас все на карасяне нужно прикормки тут во время весеннего массового хода примерно в это время канал давали воды с кубани и он с кубани заходил массово и все ловили ловили на все просто грузила один-два крючка через забрасываешь и ловишь по что он просто заходил кормиться было немерено сейчас такое редко уже бывает и карась мельче стал потом прошел следующий прорыв в донке появились китайские зеленые стеклопластиковые удилища они были такие мягковатые и они пошли опять для ловли спиннинга и донок то есть они у нас у всех были самое интересное было если она ломалась сломалась на три части они были мягковатые с разным тестом как правило теса не был небольшой пределах 30 40 грамм и было классно на них ловить после дюреолевые мини спиннинг это было супер что на спиннинг тоже мог лучше кидать он был более посылистый что на донке ты мог тоже работать меньшими весами и он был значительно чувствительный а также они были каратышами в основном 210-270 максимум то есть ты приехал на один и тот же канал собрал походил с ним на щуку на блесну покидал тут же отцепил прицепил ловишь на донку одни удилища было для всего и вот начали ловить ловили бы тоже какой-то период прилично потом появились первые карбоновые карбоновые спиннинги в удилище 1 вот что-то типа вот этого удилища это джиговый вот его покупал больше 20 лет назад у меня в этом году совместной жизни 25 женой и вот я купил в первые года совместной жизни это удилища вот это из первых карбоновых они были разные были праздной ценовой категории были адекватные и все со стеклопластиковых стали переходить на них вот разные удилища опять же это было удилища для всего кроме отдельных джиговых вот таких моделей хотя это на это удилище на спину переловил очень много щуки просто на вот даже на воблеры хотя для воблеров оно не подходит то есть в разные удилища брали для ловли в лиманах в каналах на блесну на разные колебалки на джиг и эти же удилища у нас у всех были для ловли рыбы на донку все те же монтажи что использовались на закидушки мы использовали в донке только размер груза за так удилища легче мы было уже меньше то есть это уже была небольшая ложка это была маленькая свинцовая ложка то есть именно размер груза мы уменьшили то есть был донка был большой груз стал алюминиевый спиннинг груз чуть-чуть вес груза уменьшился стали пластиковые удилища вес груза уменьшился для всех тех же рыбалок с те же самые снастки но вес груза уменьшался затем пошли на эти удилища вес груза еще уменьшился давай что там теребешься то есть вес груза еще уменьшился стала ловить комфортней точнее забросы все было классно мы все массово наловили ими приезжаешь на водоем у всех в разные удилища такой серии из недорогих первые карбоново стеклопластиковые они жестче чувствительный было классно и началась деградация от с этого времени появились первые удилища стеклопластиковые дюк тюк 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 стеклопластиковые удилища разные длины ты раскладываешь стоило китайские копейки но у него был плюс яркие кончики очень мягкие прям мягкие мягкие они были разные длины стоили копейки там сложенном виде от вот такого до вот такого соответственно длиной там от метр восемьдесят тонн до 270 они были основном можно было купить уже с катушкой его с такой с одноразовой дешевой то ли реально порой ломали сразу и стоило сухари но кончик был мягкий он был стеклопластиковый очень мягкий и вот все этих удилища перепрыгнули на те и начали увеличивать делище они более короткий само удилище более мощная мягкий кончик из-за того что мощное удилище начали переходить увеличивать вес груза начали следующий этап был это появились крокодилы ребят а крокодил по сути это алюминиевый спиннинг у него такой же тест близки близки строй несмотря то что тут бюро алюминиевый какой-то титановый по ощущению поклевки один в один я когда в свое время осваивал джерковые удилища джерки для ловли на спиннинг джерковые джерки уже были а джерковых удилищ не было я джерковал или алюминиевым или крокодилом одинаково единственный плюс крокодил он длиннее чем алюминиевый спиннинг все из-за этого им легче кидать суть та же самая тот же тест похоже строй такая же тупая чувствительность появились крокодилы и груз откатился баклуши назад по сути донка деградировала и с того момента начал развиваться два вида донки это деградация в сторону крокодила откат назад на 30 лет и фидер все лови на что хочешь вот так вот донка у нас деградировала и вот я сейчас ловлю на тот промежуток на тот классный промежуток который с которого она деградировала в крокодил вот я ловлю так как я ловил 20 лет назад 20 лет назад я вот точно также ловил рыбу на такое же на это же удилище на это уже удилище еще мне было несколько подобных уже именно для ловли на спиннинг и ими же я ловил на два прижал вот так два ставил и два ловил ловил все сазана карася да в кубань при ловле в кубани там другие тесты там другие там более мощные стеклопластиковые брали лучше чем крокодил но хотя в замануках в кубани я ловил на него замануках кубани я ловил на это же удилище там где течения нету только ставили не груз и пружинка а пружинка в грузе была с грузом сразу на все это ловили значит монтажи для ловли на донку для меня начиная с закидушки по сейчас не изменились вообще вот я сейчас захожу в магазин и висят кучи монтажей на все эти монтажи я ловил на закидушки все то же самое и с коромыслами и с такими свинцовыми грузами и с такими этот пружинка сделана так пружинка так спереди сзади с двух сторон сверху снизу квадратные круглые кольцо я на все это ловил вот у нас знаю как в других регионах у нас здесь краснодарском крае так ловила большинство по крайней мере у нас в городе краснодаре мы ездили на рыбалку с друзьями соседями с папой с папинами друзьями все так ловили в зависимости от рыбы от того что ты ловишь какую ловишь и ставишь нужный монтаж на макуху пожалуйста делая из печенья круглая грузила и скользящие шло через один круг от бублик и вот тут дырочка сквозная сюда выходила на стоячем водоеме на макуху на макушанку дневная рыбалка не ночная то это или ложка в которой из середины из середины до середины было просверлено выходила из середины этот леска дело скользящая леска потом завязывалась петлей петля накидывалась и тут на ниже привязана петли крючки все это скользящие и эти же все монтажи мы использовали для домки эти же сейчас все монтажи только порой даже в более менее качественном варианте более грубом я вижу сейчас в магазинах что люди ловят и когда мне пишут непонятно кто зачем и почему что это не донка донка вот это мне очень смешно и когда мне люди рассказывают что вот мой папа всю жизнь ловил на крокодилы то ты или молодой или ты говоришь неправду потому что твой папа всю жизнь на крокодилы ловить не мог если особенности папа твоего возраста моего возраста или и если он начал с рыбалкой заниматься поздно не могу понять рыба есть постоянно что-то плевет реализации нету мелочевка крупный карась без остановка дюк дюка забросил проходит 15 20 секунд начинаются по дергунчики и вот теперь мой опыт ребят я прошел от закидушки во всех ее стадиях прошел все этапы донки закидушка дюралюминиевое удилище стеклопластиковое удилище вот это удилище и у меня даже есть крокодил я даже пробовал ловить на него но это ужас блин поклевка была карасева не сосекся не реализовал поэтому ребята как что почему что такое донка с чем ее едят я знаю с малых лет какие монтажи бывают мы столько переделали еще приловлен даже на закидушки грузов различных ей на цветмет съедешь толпой сначала по неопытности малые были вообще малые это таскали аккумуляторы цвет мета пока дотащишь разбиваешь вытряхивая все это то это жесть потом нам старшие ребятки подсказали что мы глупим приезжая с хорошими кусачками мощный и просто клеммы клац 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 мешок набрал больших клемм и все есть хороший есть классный карась что-то я с ним справиться ничего продолжаем экспериментировать вот есть кто то есть кто то есть хорошенький хорошенький ребятки кто то есть вот это другое дело вот это вот тут так и есть вот в ребятки этом поклевки как будто мелочь дюб-дюб-тюб-тюб-тюб-тюб-тюб-тюб-тюб вот сходы немного аналитики по рыбалке значит та редкая ситуация когда рулило количество удилищ рулили вещи это количество удилищ рулила ароматика прикормки и рулила место ловли вот в этом канале я попадал этот канал когда был очень низкий уровень воды и все весь бы все дно даже русло оно все с перепадами глубины глубины совершенно разные по всему просто вот ямка тут же миляк ямка и вот такое все русло идет карась где-то стоял он где-то стоит где неизвестно где-то отстаивается и дальше он время от времени ходит по определенным местам то ли глубже то ли мельче мне показалось все таки он ходит чуть помельче а на глубину заходит за прикормкой огромное количество вот такого карасика а просто миллион вот он стоит везде где закормишь там и вон и такой же густеры просто неимоверно огромное количество весь крупный карась он барражирует если вы угадали с прикормкой с ароматикой прикормки моя прикормка этому плохо соответствовала если вы угадали с ароматикой то карась на вашем в вашем месте будет задерживаться чуть дольше чем обычно если не угадали он или пройдет мимо вашей снасти или задержится очень ненадолго поклевки в основном это не сильные надо были силе на основе они сильные поклевки огромное количество мелкого карася и густеры которые клюют всегда падает на дно пока падает пока падает постучит по белой рыбе и там немерено мелкого карася и мелкой густеры просто очень много и вот угадать с ароматикой найти место куда ловишь когда ловишь несколькими донками это легче сделать вы одну туда одну туда одну туда одно место допустим закормили или не так одну туда одну туда нашли где в первого поймали это место закормили в этом месте ловите одни одним удилищем а остальными постоянно ищите его нашли несколько штук поймали нету перекидывайте в другое место что надо находить его тропы где он скапливается где он останавливается тогда больше шансов на данный момент с уловом да сейчас даже некоторые ребята кто попадал нужные места угадал ловились довольно неплохо но разница я смотрю по людям один глухо глухо пару человек сердце ловит опять глухо кто-то ловит и вот так вот все разбито все примера ловит на одно и то же но разные прикормки и разное русло попал нужное место рыба поклёвывает не попал рыба не поклёвывает это очень сильно заметно прикормкой рыбу можно придержать чуть-чуть такая же фишка есть у карпа когда он в одном месте живет оба дальше водоем патрулирует и вот это бывает заметно стоит словишь карпа у тебя поклёвка через время у соседа поклёвка дальше поклёвка дальше поклёвка тут замерли и потом в обратку то есть он туда прошел и обратно это очень заметно остановить таких ситуациях его почти невозможно вот карасем сейчас тут на данный момент сегодня точно также его можно придержать и ловить в тех местах где он ходит с попали с ароматикой лов будет больше все рыбалка была очень интересная трудовая очень познавательная мне понравилось до новых встреч друзья